Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо. Мы с вами его разберем. Буду останавливаться, будем давать комментарии. Давайте приступим. Смотрю несколько лет ваш канал на ютюбе. Очень нравятся ваши видео. Сейчас начала активно искать ответы на возникшие вопросы, так как познакомилась с турком. Хочу рассказать мою историю, получить ваши рекомендации, увидеть ваш взгляд со стороны, разобраться, стоит ли мне продолжать общение с мужчиной. Мы познакомились в Бодруме. Я приехала перед закрытием сезона в конце октября. Искала я экскурсию в Памуккале по всем агентствам, но мне сообщили, что сезон уже закрыт и группу мы уже не набираем. В одном агентстве мужчина, который занимается яхтинговыми турами, предложил отвезти меня в Памуккале индивидуально. Я у него покупала тур на корабле до этого. Ему 38 лет, мне 32. Он родом из Стамбула, живет в Бодруме. Когда я была на его кораблике, он сразу начал рассказывать, что был в Америке, показывал фотографии из Америки, показывал фотопроекта своего дома в Бодруме. В общем, общительный. На следующий день он приехал ко мне на дорогой машине, отвез меня в Памуккале. Мы провели почти целый день в дороге и пару часов он ходил со мной по жаре по всему этому музею. Пока мы были в дороге, я заметила, что он очень сдержан, вежлив, ненавязчив, не многословен, как интроверт сильно закрыт. Меня особенно ничего не спрашивал. Все время у него звонил телефон. То он с кем-то общался, говорил, что это его агентство. Он еще занимается коммерческими и приватными яхтинговыми турами, покупает, приобретает яхты. Я не поверила, подумала, что врет. Просто клеил меня таким образом. Когда мы вернулись в Бодрум, он сразу побежал к своему кораблю, приглашал меня приватно покатать на яхте и встретить рассвет в море. Я отказалась, потому что мне не понравилось, что он не пытается ничего узнать обо мне во время длительной дороги в Памуккале. Просто ответил, что знает, какой я тип женщин. Ну и я испугалась, что это типичный курортный турок, который хочет использовать меня. Совершенно верно! Вы не зря так подумали. Простите, встретить рассвет на яхте? Чуваком, которого вы не знаете, ну явно не про романтику и любовь, который ничем даже не интересуется, какой вы человек, какая вы личность, ему просто наплевать. Ему нужно только одно. На мой вопрос про отношения он ответил, что он не женат, детей у него нет, девушки тоже нет. Бывшая девушка была турчанка, с его слов, агрессивная, потому и расстались. Вот здесь я остановлюсь. Давайте я немножко внесу лепту, объясню, как вот житель в стране. Вот и хайд всегда турчанок, она плохая, жадная, злая, истеричная, нервная, что я еще слышала? Психованная и так далее. Может вполне быть. У меня всегда вопрос. Турчанки очень экспрессивные, импульсивные, эгоистичные. Но если она проявляет себя в такой... Они еще, значит, коварные, хитрые, манипулятивные. Если себя турчанка проявляет со слов мужчины вот такой, вот как он написал, она была агрессивной. Что ж ты такое делаешь, что ей приходится быть такой и выходить из образа обостительницы? Здесь вопрос у меня сразу к мужчине. Какая провокация, какой повод? Потому что такой турчанку, скажем так, сделать, то есть повлиять на нее можешь ты. Она такая есть, но проявляется, они очень хорошо сдерживаются, поэтому называйте, да, турки двуличные. Она знает границы, где себя какой показать. Она хитрая. И чтобы она так агрессивно себя как-то вела, ну, у меня сразу вопрос. Прикиньте, чувак, стамбульчанин, в бодрый у него крутой дом, яхтинговые, у него там туры, вся история, явно есть деньги. Она агрессивная, ну, значит, он ее провоцировал на агрессию, скорее всего, ревностью. Потому что работает с туристами, с женщинами, он вам сразу начал предлагать встретить рассвет на яхте. Так вот, блин, почему она агрессивная, скорее всего, была? Она просто за ним следила, блин, ловила где надо и нормально, блин, отхаживала этих баб, с которыми он был, и ему доставалась. Вот почему он с ней, он даже с ней не успел пожениться. То есть он ее выводил, а они очень ревнивые, истеричные в этом плане. То есть провокации и все прочее, понимаете? Сразу вот его фразу, у меня как у жителя здесь вопросик к нему есть. Что ж ты такое делал, что он у тебя агрессивная такая? Это же не просто она психически нездоровая, которая просто так, не знаю, они общаются, даже еще не жена ему, бить его начала, не знаю, с кулаками на него накинулась. Просто так, знаете, психоз у нее какой-то, ну, бред вообще, да? Давайте продолжаем. На следующий день вечером он приглашал куда-то пойти погулять. Я поздно уже увидела СМС, и он потом не вышел на связь. После этого у меня с ним потерялась какая-то связь. Я очень гордая, чтобы писать первое, а он не проявлял никакой инициативы. Когда я вернулась с отпуска назад в Англию, в Фейсбуке я везде видела рекламу с его агентством яхтинговых туров, и он мне тогда дал еще визитку. Я заинтересовалась, начала мониторить. Нашла много информации, статьи в Гугле, его фамилии, и он действительно владелец агентства. Его в Фейсбук страничку нашла. На фото только он, без семьи, комментариев девушек под фотографиями нет. Я не промониторила, я все промониторила и узнала, кто его братья. Некоторые женаты на русских девушках. У одной из них я видела фото с ее мужем и комментарии, как она счастлива в браке. Другой его брат женат на британке, там тоже самое. С виду в Фейсбуке люди счастливы, очень приличная семья. Я его добавила в друзья. Через какое-то время он сам мне написал в диалоге в Фейсбуке. Он такой же, как вживую, слово с него не вытянешь. Все ответы у него короткие. Сам написал, а поддерживаю в итоге диалог я. Ничего особенного, никаких пошлостей, фривольностей, слов любви. Все очень сдержанно, вежливо, как вдруг, так же, как и я с ним. И так он сам мне постоянно пишет с какой-то периодичностью. Просто спрашивает, как мои дела, желает доброго утра. Скидывает фотографии красивых панорамных видов в Бодруме из его дома. И потом поддерживает весь диалог, потом поддержание всего диалога на мне. Пишет он как утром, так и вечером. Я заметила, что если я ничего не спрашиваю, диалог прекращается. И в часе он долго не фисит. Заходит на несколько время, потом исчезает. И я привыкла, в свою очередь, к инициативным мужчинам. Я уже узнала о нем все на свете, наверное. А он ничего обо мне, и мне это кажется странным. А это ничего странного, когда нет интереса к женщине, к человеку. У него нет этого интереса. Вот в чем прикол. Он просто поддерживает вялое общение, возможно, с надеждой того, что вы еще раз прилетите. И все-таки у вас там какой-то интимный, что-то такое будет. Вот и все. Он просто не заинтересован. Поэтому у него нет эмоций, нет интереса. Он этим всем не занимается. Я больше скажу, такой свободный турок с домом крутым, бодрыми, с яхтами и всем прочим. Он стамбульчанин. При этом, видно, однозначно, есть иностранки в семье. Значит, это такая светская семья, скорее всего. Но он бы тут просто свободный у нас не был. Вполне возможно, что, скорее всего, у него есть отношения. И тут истеричную, злую, агрессивную тручанку он, скорее всего, не бросил. Поэтому он не выходит на отношения, на общение. Они контактируют, сдержанно себя ведет. Ему нужен был просто какой-то перепихон на пару раз в отпуске. И не следит никаких комментариев, потому что у него, скорее всего, есть отношения. И не говорит о том, что все турки все выпячивают, публикуют там фотки своих возлюбленных, страницы ведут и так далее. Это совсем не... Это большинство много так делает, но вообще не все, кстати. Он просто хитрый очень сильно и старается не следить, чтобы всякие девушки, с которыми он, например, подкатывает, выходили на связь, за что-то цеплялись и как-то себя вообще проявляли и компрометировали его реальному. Я чувствую, что его прям кружить нужно. И в каждом диалоге открывается что-то новое, хорошее про него. Если я кружу и задаю открытые и закрученные вопросы, плохого я пока не вижу. Но он очень уважает и любит и заботится о своей матери. Его семья была бедной, но он тяжело и очень много работал, чтобы создать свой бизнес. Сказал, что очень требовательный, потому что постоянно один. В первую очередь ценит ум в женщине, а не внешность. А я хороша собой и не глупа, но совершенно не понимая его поведения. Не может быть такого, чтобы мужчина без меня полдня в Памукале просто из вежливости... Ну, как из вежливости? Вы же ему деньги за тур заплатили. Это его работа была, а не вежливость какая-то. Он активно открытый интерес ко мне особо не проявлял. 1 января, вот на днях, он сам мне написал, поздравил с Новым годом и скинул фото шикарного заката с бодрым, с видом из его дома. Я похвалила, какие красивые панорамные виды открываются. И он сказал, что сейчас отправят видео из дома. Дом очень шикарный. Я не проверила, когда он мне рассказывал тогда во время отпуска на корабльке про это все. И это оказался реально его дом. Мы с ним долго общались до поздней ночи. И опять же-таки весь диалог поддерживала я. А ты открыто сказала ему, что когда смотрю в чат, то это выглядит, как будто я бомблю его смс-ками. А он ответил, что ему все нравится, его все устраивает. Вопрос. Как понять его поведение? Почему он сам пишет? А потом такой тихий в общении. Пишет не каждый день, а раз в неделю примерно. Вообще, зачем тогда отправляет мне фото своего роскошного дома? Ну и никуда не приглашает, не зовет. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Если он сам пишет, то дружить не собирается. Мне он выглядит, как какой-то скрытный, тихий нарцисс, что ли. Но я боюсь, что вдруг у себя накрутило в голове и потеряю нормального человека. Потеряю нормального человека. Если это ваш человек, вы его не потеряете. У вас должна быть взаимная связь, взаимный интерес. С этим человеком не наблюдать, значит, он не ваш. Боюсь активно проявлять инициативу, чтобы потом не обжечься. Мужчина достаточно властный. Как можно с ним выстраивать отношения, как понять его? Он головоломка для меня. Я хочу нормальные, красивые отношения, а не курортного любовника. Вы задаетесь вопросом, что мне делать? Как мне выстраивать отношения с ним? Блин, когда у вас есть чувство, и вы с ним человек ваш на одной волне, вы такие вопросы бы мне не задавали. У вас бы все шло как в строчку. Вы пытаетесь сейчас. У вас есть моменты, которые вам в нем понравились. Я хочу отметить, что вы в письме много раз упоминаете яхты, роскошное, дорогой, крутой дом и так далее. Я понимаю прекрасно, что очень важно. Никто там с бомжами встречаться не хочется. Материальное достояние важно. Но вы пытаетесь то, что вам понравилось. Залезть в какую-то его личную жизнь, его пространство, он четко выстраивает границу, туда не пускает. Поэтому не проявляет никакой инициативы. И вы сейчас вот как рыба об лед бьетесь, результата никакого нет. Он говорит, и меня все устраивает. Проскрытого нарцисса вполне возможно. Близкая вот эта связь с мамой настораживает. Нет никакой инициативы интереса? Да, есть такой здесь момент. Обращаем на это внимание. Что вы здесь можете сделать? У вас два пути. Вы либо бросаете, перестаете вообще напрягаться, то есть не прикладываете усилий, либо стараетесь усилия прикладывать. Вот вы в конце письма, последнее предложение, меня спрашиваете, а как выстраивать общение усилия приклад? Вы сначала определитесь, надо вам это или нет. Я как человек вообще, да, или как психолог с другой стороны, я считаю, что усилия прикладывать не нужно. Это должен быть естественный процесс эмоциональный. Начинать с какой-то трудности, скорлупу его раскрывать, ковыряться в нём, выводить на эмоции, выводить на разговоры, проявицировать на себя внимание и так далее, это прикладывать усилия. Если бы вы поучаствовали в нашем лектории здоровых отношений, вы, кстати, всё ещё можете туда присоединиться и прослушать 4 лекции на эту тему. Я там чётко говорю о том, что здоровые отношения, равноправные отношения, это не про счёт 50 на 50 в ресторане, как многие неверно думают и заблуждаются. Это когда ты гармонично чувствуешь себя в отношениях, и вы вкладываете эмоционально одинаково в отношения. Вы одинаково стараетесь, одинаково работаете над ними. У вас есть, главное, диалог с вашим партнёром. Вот у вас с ним в общении диалога нет вообще. Вы, инициатор диалога, вы вытягиваете из него слова. Он усилий не прилагает. Это уже нездоровое общение. Неравноправное, неравносильное. Вы уже чувствуете себя сейчас в дискомфорте, и, скажем так, на исходе сил. Вам надо сил больше тратить. И вы пытаетесь себя понять, а оно вообще-то вот стоит, а надо или нет. Вот это про заход в нездоровые отношения сейчас, потому что они неравносильные. Вы чувствуете, что отдаёте больше. Вы сейчас пытаетесь себя уговорить продолжать это общение, подстроиться как-то. Получить потом всегда за мои усилия, я всегда должен получать какую-то награду. Мы просто так никогда ничего не делаем. Это наша сущность эгоистичная. Мы в норме все первичные эгоисты. Это нормально. Это окей, это даже правильно. Назовём такое. Потому что слово эгоист в нашем воспитании постсоветском не самая красивая коннотация имеет, не очень красивое слово. Но оно очень правильно. Надо быть первичным эгоистом, чтобы быть гармоничным человеком. Так вот, вы здесь уже отдаёте больше. Человек больше себе забирает. О какой гармонии вообще идёт речь? Награда. Вы можете себя обмануть и сказать, ну вот когда-то он откроется, будут отношения, не знаю, выйду замуж и так далее, и мне что-то вернётся. Я вам больше скажу, ничего вам не вернётся. Вы будете на стадии разочарования, а про стадии развития отношений тоже там в лектории присоединяйтесь. Есть стадия разочарования, она есть у всех, у всех в отношениях. Мы сначала влюбляемся, потом у нас идёт становление отношений, когда мы женимся, заводим детей, съезжаемся, у всех это по-разному бывает, разный промежуток времени. А третья стадия неизбежная у всех, это разочарование в своём партнёре. Когда его шутки не смешные, а тупые. Когда он, блин, храпит, оказывается, раньше я этого не замечала. И вообще мне не нравится, как он что-то говорит, делает, к чему-то относится. Вот на вашей стадии разочарования с ним будут вопросы. Чего-то я постоянно всё вкладываю, а мне ничего не возвращается. Я чувствую себя обделённой. Мне мало. Я трачу много сил. Я недовольна, я несчастлива. И здесь вот в чем важна эта стадия. Мы задаём себе вопрос, мы партнёра таким принимаем, или мы с ним расстаёмся. Если вы уже ступили нездоровые отношения, когда неравноправно, неравносильно, вы чувствуете, что вы отдаёте больше, вам не возвращается этим недовольно, вам это не нравится. Большой процент того, что вы закроете в этой стадии глаза, даже не начнёте заниматься переделками своего партнёра, пойдёте дальше, будете себя подавлять, свои желания. Короче, вы будете несчастливым человеком в отношениях. Такой у меня вопрос. Если вы стоите в стадии розовых очков влюблённости, когда вы начинаете только с партнёром общаться, узнавать его, когда он должен производить впечатление, давать вам эмоции, вы в свою очередь тоже, у вас там вообще глухо, никаких эмоций. С чего вы берёте вообще фантазию, что потом они когда-то появятся, эти эмоции? Их не будет. Это человек такой. И человек с проблемами, скорее всего. С чем вам в этом говорятся? Вы мазохист или вы невротик, которому когда трудно, когда больно, когда через препятствия, это любовь и это класс. Ну, блин, надо тогда собой заниматься своими проблемками, а не тратить свои силы на что-то подобное. Тут как бы к вам вопросики тогда, да, а не к этому человеку. Про лавеласа. Как вы вообще пытаетесь у меня узнать причины, почему он такой? Я не умею читать мысли людей, я его вообще не знаю, всё только с ваших слов. Я не могу ответить на вопрос, в чём причина. Является он Альфонсом или нет. Но то, образ жизни, который он, и то, что вы написали, очень на это похоже. Лавеласа, Альфонса, разводила и все прочие курортники вот эти все, ветреные. Они разные бывают. Есть активные, а есть вот такие закрытые, пассивные и так далее. У него может быть отношения сейчас серьёзные, а может быть их и нет. Но явно он в них не заинтересован. Он явно говорит, я тяжёлый человек, у меня такой характер. Если я просто скажу, если вы с ним останетесь и будете продолжить какое-то общение, неважно в какой форме, попахивает нездоровым невротизмом, но с вашей стороны вам нравится мучиться, причинять себе боль и страдать, обратитесь тогда к себе. Зачем вы это делаете? Я смею предположить, что счастьем такое общение не увенчается, вы будете разочарованы, дискомфортно себя как-то чувствовать. В итоге это будет не то, чтобы вы хотели. И я просто вас хочу предупредить. Как с ним общаться, решайте вы. Я сразу просто для размышления дам такую информацию. С таким брэкграундом такой чувак, 38 лет, не замужем, не женат, детей, там ничего вот этого нет, всего прочего, при ушлых, хитрых турчанках свободен бы не был. Знаете, подскажу момент. Если вы хотите нормального, адекватного, при каком-то уже сложившемся характере, взглядах такого человека, хорошего турка к себе найти, турки, которых все расхватывают, вот такие, при деньгах, при хорошем здравии, при уме среднего возраста, они свободными здесь не остаются. И на них охота среди незамужних либо разведенных местных, когда этот мужчина только разводится или на стадии развода или только что развелся, когда он еще только свеженький. Вот они таких прям вылавливают. Вот он только получает документы о разводе или начал развод, его уже мама, тетя, сестра, кузина, дядя, свекр уже подыскивают ему новую пассию. Выбор есть из хороших каких-то, его уже сватают. У нас уже миллион таких историй было, когда у вас какие-то родственники или знакомые разводились. Есть там кто на примете из нормальных, хороших, желательно ранее незамужних девчонок каких-то хороших, адекватных? Есть? У нас такой жених хороший, сейчас вот он разводится у нас. Вот таких, у кого есть что-то за душой, какой-то капитал, опыт в виде там, развода, даже если там бывшие, от бывшей дети есть, эти чуваки не залеживаются. Это вот коротенький промежуток, когда на него охота происходит. И если я слышу, что турок долго не был женат, это не говорит о том, что он плохой человек, это говорит о том, что он травмированный, он тяжело переживает какую-то травму, или он сам по себе тяжелый человек, с которым даже подстраивающаяся, хитрая, манипулятивная женщина местная не может совладать. Настолько тяжелый случай, что она такая, ой, не, нафиг, нафиг, я найду что-то другое. Потому что, такой моментик замечу, они все-таки эгоистки и любят себя больше, чем мужчину. Поэтому она от такого отказывается во благо себе. А у нас есть женщины-страдалицы, которые готовы мучиться с трудными мужиками, подстраиваться, подлаживаться максимально под него, мучиться страдать, чтобы быть героиней. Вопрос только нафига. У тебя это что, счастливость сделает? Может, лучше о себе где-то подумать и вот в такое не ввязываться. Вот я к чему. Если вы меня спрашиваете, я вот только, да, подведу этого видео. Это странный чувак. По всем показателям не должен быть свободным. Очень напоминает курортного чувака, как он к вам и подкатывал, с лодкой своей, с индивидуальным вождем-туром, короче, в Памуккале. Вот эта вся история, это все про подкаты, сразу скажу. И вы явно не первые, не последние, с кем это происходит. Да, скрытные и тому подобное, это не говорит о том, что он хороший человек или он такой весь правильный, ну, не знаю, короче, такой весь, там, типа, не бабник. Бабники есть и такие. Тихушники, я бы их назвала. Они коллекционируют, они просто на показ это не делают для себя. Возможно, у него есть отношения, возможно, у него есть какие-то проблемы там в семье, с мамой, или там до сих пор пубовину свою не разрезал, с мамкой скрепленной, вполне возможно. Имейте это в виду, такой подводный камешек такой может быть. Выбор все равно вам делать. Я вот, как если мы берем здоровую психику, я вам скажу, что я бы на вашем месте не стала напрягаться, прикладывать усилия, если меня там видеть не хотят, эмоций ко мне нет, я бы это оставила. Я бы не пыталась стянуть вот эту всю историю, вытягивать, быть мотором. Нафиг мне оно надо. Я себя люблю больше. Я не хочу отдавать свои силы в красивый дом в Бодруме. Чувак вообще инициативы не проявляет. Ему просто тупо неинтересно, неприятно, больно, оскорбительно, занижает мою самооценку. Ну, что я могу с этим поделать? Быть какой-то финдиперстовой, там могу супер-мега завлекать. Нафига это время на это будет тратить? Возможно, я рассуждаю уже как старая тетка какая-то. Если бы мне было 20 лет, наверное, я бы по-другому бы рассуждала. У меня была бы такая инициатива, интерес, уверенность в себя. Нет. У меня есть опыт, когда я для себя на первом месте теперь в жизни, мужики на втором назовем тогда. И вы, в принципе, моя ровесница. Я думаю, вы также примерно рассуждаете, видите. вы говорите, не хочется терять хорошего типа человека. Если бы он был у вас, у вас бы этих вопросов всех не возникало и нет гарантии, что он хороший человек. Вот в чем проблема-то? Вы его даже узнать не можете. Он максимально закрыт. Поэтому стоит на это время тратить или нет, решать вам. Но я сразу говорю, это не про начало здоровых отношений, чуть странненькое. Поэтому лучше поздоровее для вас, для вашей психики оставить эту историю, если ему надо, если он заметит, что вы пропали, он объявится. Если вы ему будете интересны, то мы и узнаем в результате, интересно вы ему или нет. Вот такой ответ. Спасибо большое за вашу историю. Если кто-то хочет из подписчиков тоже прислать свою историю для такого анонимного разбора видеоответа на канале, то в инфобоксе есть моя почта. Обязательно пишите туда историю от анонима. Если вам нужна моя психологическая индивидуальная консультация, тема письма, консультация, и вам вышли условия. В инфобоксе также есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Пишите ваши комментарии к этому видео, ставьте лайки, подписывайтесь и подписывайтесь ваших знакомых ко мне на канал. Скоро увидимся. Всем пока.